МОЯ АМЕРИКА К счастью, уже на связи, поэтому давайте будем общаться. Алексей, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы, как всегда по традиции с вами, окунемся в историю. То, что было сто лет назад, и посмотрим, что происходит сегодня. Правильно? Я начну с вопроса, который был задан сенатору Хиллари Клинтон в теледебатах в 2007 году. Ну, вы помните, она тогда участвовала в борьбе за право стать кандидатом Демократической партии в президенты, кандидатом стал Барак Обам. Так вот. Телевизионный журналист спросил у нее, считаете ли вы себя либералом? И вот что ответила Хиллари Клинтон. Я предпочитаю слово «прогрессист», у которого истинно американское значение, восходящее к прогрессивной эре начала 20 века. Сенатор Хиллари Клинтон не погрешила против истины, когда сказала, что слово «прогрессист» восходит к прогрессивной эре в истории Соединенных Штатов Америки. Эра эта началась на границе 19-го и 20-го века, продолжалась до конца второго десятилетия 20-го века, и эта эра была отмечена множеством решений, которые повлияли на дальнейшую жизнь нашей страны. Но, дамы и господа, прежде чем вспомнить о прогрессистах начала прошлого века и обратиться к сегодняшним прогрессистам, на мой взгляд, следует ответить на вопрос, почему госпожа Клинтон решила не причислять себя к либералам? Франк Дилана Рузвельт, президент, идол демократов, он с гордостью называл себя либералом. Либералами были, не скрывали это, Гарри Трумэн и Джон Кеннеди. Не скрывали, что были либералами несколько поколений журналистов, которые поддерживали демократическую партию. Ну, например, Уолтер Крамкайт, это звезда телеэкрана, бессменный с начала 60-х и до начала 80-х годов телеведущий вечернего выпуска новостей компании Сибирс, он прославлял либеральных политиков. Но уже Билл Клинтон, Билл Клинтон отвергал язык, ярлык, скажем так, ярлык либерал, называл себя новым демократом, на нее демократ. Ко времени, когда его супруга впервые вышла на старт президентской гонки, один демократ за другим отказывались от ярлыка либерал. Не знаю, помните ли вы блестящего колумниста газеты The New York Times Уильяма Сафайра, он скончался совсем недавно, прекрасный журналист. Он издал книжку, которую назвал «Новый политический словарь» «Safire's New Political Dictionary». И вот в этом словаре Уильям Сафайр назвал год, когда у слова «либерал» начались трудные времена. Это 1976 год. 1976 год был годом президентских выборов. И в числе демократов, которые сражались за право стать кандидатом в президенты, был либеральный конгрессмен из Аризоны Морис Юдол. И вот в интервью газете Washington Post в 1976 году Юдол сказал, я цитирую, «когда какое-то слово подразумевает нечто такое, что вам не нравится, значит пришло время отказаться от этого слова». Слово «либерал» ныне ассоциируется с абортами, наркотиками, перевозкой школьников автобусами и расточительными правительственными расходами. И в этом же интервью газете The Washington Post Юдол за три десятилетия до Хиллари Клинтон он сказал, что предпочитает ярлык «прогрессист» ярлаку «либерал». Когда Франкен Дилана Рузвельт назвал себя либералом, никому в голову даже не могло прийти отождествлять либерализм в политике с абортами и наркотиками. К примеру, великий премьер-министр Британии Уильям Глэдстоун, он возглавлял во второй половине XIX века либеральную партию, главной в его политике было ратование за свободную либерал-торговлю. С первые два десятилетия XX века, дамы и господа, Уинстон Черчилль был членом либеральной партии, причем в начале Первой мировой войны он возглавлял адмиралтейство, был министром в правительстве либеральной партии. И английские либералы способствовали созданию государства всеобщего благосостояния, мы его называем welfare state. Это государство, медицинское страхование, пособия по безработице, пенсии по старости, налоги на состоятельных граждан и налог на собственность. Вот что такое были английские либералы. Экономическим гуру английских либералов был знаменитый экономист Джон Мейнард Кейнс. Кстати, дамы и господа, во-первых, он потом стал лордом, лорд Кейнс. Что интересно, он был женат на русской балерине. И вот что интересно, дамы и господа, вскоре после Версальского договора Кейнс сказал, предсказал, что Версальский договор приведет к перевооружению Германии, и он оказался прав. Так вот, будучи либералом, он оказал влияние на экономическую политику Франклина Дирана Рузвельта. В 1932 году, 1932 год, предвыборная президентская кампания. Губернатор штата Нью-Йорк Рузвельт говорит, цитирую ФДР. Представьте, что цивилизация – это дерево, в котором в ходе роста что-то гниет и что-то сохнет. Радикал скажет, срубите дерево. Консерватор скажет, не прикасайтесь к нему. Либерал предлагает компромисс. Давайте-ка подрежем так, чтобы не потерять ни старые ветви, ни молодые. Вот как Франклин Дилана Рузвельт характеризовал либерализм. Но шли годы, шли десятилетия, и за либералами закрепилось множество нелицеприятных прозвий. Одно из них, уже на нашей памяти, ну, тех, кто приехал в Америку в 80-е годы, оно было одним из самых уничижительных – лимузинный либерал. Лимузинный либерал – кто это такой? Это либерал, который выдает себя за защитника трудового народа, а сам разъезжает в шикарном авто за счет трудящихся налогоплательщиков. Выборы 1992 года выиграл Билл Клинтон. Они еще не переехали в Вашингтон. Они, Билл и Хиллари, но уже определили до Челси в дорогую частную школу. И вот издающаяся в столице Калифорнии Сакраменто газета The Sacramento Bee тут же откликнулась на определение Челси в дорогую школу. Вот что писала газета. По мнению миллионов американцев это доказывает, что президент Элег Клинтон просто-напросто очередной лимузинный либерал. Демократ, который говорит одно и делает другое. И вот на пороге нового столетия 21-го слова либерал было скомпрометировано в глазах большинства американских избирателей. Конечно, мы знаем, по сей день это слово все еще остается в ходу. Но оно отвергается, слово либерал отвергается всеми демократами, которые нынче добиваются избрания на тот или иной пост от члена городского совета до президента Соединенных Штатов. Все участвующие в нынешней избирательной гонке предвыборной демократы называют себя прогрессистами. Не только сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. Об этих двух знает каждый интересующийся политикой американец. Но и мало кому известны губернатор штата Монтана Стив Буллок и бывший губернатор штата Колорадо Джон Хиккенлупер. У них вряд ли есть шансы победить в предвыборной гонке. Они называют себя прогрессистами. Цитирую сначала господина Буллока. Я прогрессист, то есть за прогресс. А вот что заявил господин Хиккенлупер, имея ввиду всех участников телевизионных дебатов. Я не менее прогрессивный, чем каждый, кто находится на этой сцене. И вот благодаря демократам, дамы и господа, благодаря демократам, которые называют себя прогрессистами, сегодня только неленивый не вспоминает о прогрессивной эре. Потому что, как заметил шесть веков назад основоположник английской поэзии Джеффри Чессер, цитирую Чессера, нет такого обычая, который не был бы старым. То есть, давайте переведем с Чессера на современный лад. Все новое, это хорошо забытое старое. И обратимся к старому, которое стало новым. Отчет прогрессивной эры обычно начинают с 1900-го года и завершают 1920-м. Начало связано с избранием вице-президентом республиканца Теодора Рузвельта. Теодор Рузвельт занял пост президента 14 сентября 2001-го года после смерти в результате покушения президента Уильяма Маккинли. Мы знаем с вами, Маккинли был избран президентом в 1900-м, Теодор Рузвельт вице-президентом, но когда Уильяма Маккинли скончался в результате покушения, Теодор Рузвельт заступил на пост президента. Это 1901-й год. Эра прогрессивная закончилась в 1920-м году с окончанием президентства демократа Вудера Вильсона. Рузвельт и Вильсон, Теодор Рузвельт и Вудера Вильсон, они олицетворяют прогрессивную эру. Едва успев переступить порог Белого дома, Рузвельт объявил войну трестом монополистам. С этого и началась его прогрессивная политика. Нужно заметить, что Теодор Рузвельт не был первым прогрессистом. О необходимости прогрессивных социальных и экономических реформ об этом в Америке заговорили в 70-е годы 19-го века. Но Теодор Рузвельт первым перешел от разговоров к делам. Он стал инициатором антитрестовских законов против монополий. Двус союзниками в борьбе с монополиями были журналисты и писатели, которых называли макрекерс, разгребатели грязи. Они разоблачали порядки в частных компаниях. Только один пример. Под влиянием романа Эптона Синклера «Джунгли» Это роман, дамы и господа, для чикагцев особенно интересный. Роман о работе иммигрантов на чикагских скотобойнях. Роман «Джунгли» он был приведен на русский язык. Я не знаю, что в Советском Союзе роман слабый, но тем не менее интересный. Так вот, прочитав этот роман, роман «Джунгли», президент Теодор Рузвельт предложил и Конгресс принял закон об инспекции мясных продуктов. Личное вмешательство президента Теодора Рузвельта положило конец забастовке 150 тысяч шахтеров в Пенсильвании. Президент Рузвельт создал комиссию, которая потребовала у владельцев шахт выполнить требования профсоюза шахтеров о повышении зарплаты и сокращении рабочего дня. И Теодор Рузвельт стал первым президентом-защитником природы. Это, опять-таки, не на словах, а на деле. К примеру, по его инициативе был создан первый в стране заповедник. Это остров пеликанов во Флориде. По его же предложению были защищены от вырубки 125 миллионов акров леса. В 1908 году Теодор Рузвельт был на вершине популярности. Если бы он решил выставить свою кандидатуру на очередной срок, он легко бы победил. Но в 1904 году перед своими первыми выборами на пост президента, напомню, он занял пост президента после смерти Макинни в 1901. Так вот, в 1904 Теодор Рузвельт дал слово. «Он не будет добиваться переизбрания в 1908 году». И данное слово он сдержал. Победу одержал республиканец Уильям Говард Тафф. Он был военным министром, и Рузвельт выбрал его своим преемником. Продолжая прогрессивную политику, Тафф вел борьбу с трестами. В годы его президентства были расформированы американская табачная компания и нефтяная компания «Стандарт Оил». Рузвельт должен был бы, казалось бы, аплодировать работе своего протеже. Этого не произошло. Бывший президент публично выражал недовольство деятельностью Таффта, и в 1912 году Рузвельт включился в борьбу с Таффтом за право стать кандидатом республиканской партии. На партийном съезде в Чикаго, в Чикаго, дамы и господа, Таффта поддержал 561 делегат Рузвельта, только 107. Но Теодор Рузвельт не привык проигрывать. Он собрал своих сторонников там же, в Чикаго, на съезд прогрессивной партии и стал кандидатом прогрессивной партии в президенты. Раскол республиканцев привел к победе демократа Вудра Вильсона. Вильсона собрал голоса лишь 42% избирателей, но он победил в 40 штатах и получил голоса 435 выборщиков. Вильсона стал первым за 16 лет президентом-демократом и только вторым за 52 года. И он продолжил прогрессивную политику республиканцев Теодора Рузвельта и Таффта. Ну, например, в годы президентства Вильсона были созданы Федеральная резервная система Центральный банк, который действует и поныне, и в данное время, в эти дни тормозит экономическую программу президента, нашего президента Дональда Трампа. Также в годы Вильсона была создана Федеральная комиссия по торговле. В его годы были приняты законы, которые защищали труд несовершеннолетних. Был принят закон, согласно которому антитрестовские законы не распространялись на профсоюзы и сельскохозяйственные объединения. Все перечисленные деяния Вудра Вильсона укладывались в рамки прогрессивизма, то есть движения вперед. Но Джона Голдберг, автор исторического исследования либеральный фашизм, считает не без основания Вильсона первым американским президентом, либеральным фашистом. Ну, Джона Голдберга, дамы и господа, мы время от времени видим на своих телевизорах в передачах телекомпании Fox, Fox News, ну и также его читаем. Кстати, книга «Либеральный фашизм» переведена на русский язык. Так вот, Голдберг, повторю еще раз, считает Вудра Вильсона первым американским президентом, либеральным фашистом. Примеры. Вильсоном был создан комитет общественной информации, Committee on Public Information. Этот комитет первый в странах Запада, первая в странах Запада министерства пропаганды перед Геббельсом. По инициативе Вильсона Конгресс принял закон о подстрекательстве. Этот закон запрещал публикацию и распространение антиправительственных материалов. Этот закон нарушал первую поправку Конституции. И вот что еще не надо забывать. Вильсон повернул на 180 градусов политику Рузвельта и Тафта в отношении чернокожих. Президенты-республиканцы Рузвельт и Тафт открыли афроамериканцам двери в федеральное учреждение и к офицерским званиям в армии. Вильсон покончил с такой практикой. Более того, он способствовал возрождению Куклу-Склана. Куклу-Склан был запрещен в 1876 году президентом-республиканцем Уиллисом Грантом. Возрожденный Куклу-Склан стал, чего не было с первым Куклу-Скланом, не только антинегритянским, но и антисемитским, и антикатолическим. Вопрос, дамы и господа. Чего было больше в годы Удра Вильсона? Движение вперед, то есть прогресса? Или движение назад, то есть регресса? Но так или иначе, историками принято считать его президентство составной частью прогрессивной эры. И вот, чтобы закончить разговор об этой эре, дамы и господа, я напомню, что за 20 лет этой эры были приняты 4 поправки Конституции. Во-первых, была принята 16-я поправка, она узаконила подоходный налог. Была принята 17-я. 17-я поправка предоставляет резовым избирателям право выбирать депутатов Сената. Ранее, до 17-й поправки, депутатов Верхней Палаты Конгресса выбирали легислатуры каждого штата. Была принята 18-я поправка, она запрещала производство, продажу и перевозку алкогольных напитков. Эта поправка была отменена, мы знаем, 21-й поправкой в 1933 году. И, наконец, в прогрессивную эру была принята 19-я поправка. Она предоставила право голоса всем избирателям вне зависимости от пола. До 19-й поправки в некоторых штатах женщины имели право голоса. В некоторых их можно даже было выбирать в местные органы власти. Но 19-я поправка предоставила право голоса женщинам по всей стране. Итак, 1920-й год завершил прогрессивную эру, но прогрессисты не сошли с политической аренды. В 1924 году сенатор-республиканец из штата Висхамсен Роберт Лафалет баллотировался на пост президента как кандидат прогрессивной партии. И его предвыборная платформа включала в частности предложение лишить президента права назначать федеральных судей. Лафалет считал, что федеральных судей должен выбирать рядовой избиратель. Но и по сей день президент назначает федеральных судей. Еще одно предложение Лафалета. Никакой армии, никакой. Господин Лафалет, кандидат прогрессивной партии, получил поддержку 17% избирателей, но выиграл только один штат. Свой родной штат Висхонсин. Ну и наконец, спустя 24 года, в 1948 году, в числе президентов на пост президента был, мы говорили об этом господине ровно неделю назад, был кандидат прогрессивной партии Генри Уоллес. Его программа, мы знаем, была поддержана коммунистической партией. В тот самый год, когда Уоллес потерпел поражение, 1948 год, губернатор Калифорнии и будущий председатель Верховного суда, либеральный республиканец Эрл Уоррен, он написал эссе «Что такое либерализм?» Вот из либерализм. Цитирую господина Уоррена его эссе. «Я разделяю людей на три категории – акционеры, прогрессисты и радикалы. Лично мне нравится прогрессивный термин, но не так, как партийный ярлык, а как понятие. Я считаю, что прогрессивизм следует понимать как подлинный либерализм, и это лучшее, что может иметь место в американской жизни. Либерализм означает прогресс». Это говорил Эрл Уоррен в 1948 году. Президент Дуайт Исенхауэр в 1955-м назначил его председателем Верховного суда. И Верховный суд под руководством Эрла Уоррена – самый либеральный Верховный суд в истории нашей страны. Окей. «Либеральные демократы, конгрессмен Моррис Юдолл и сенатор Хиллари Клинтон, не изменили либерализму. Объявив себя прогрессистами, они лишь отказались от скомпрометировавшего себя ярлыка «либерал». Точно так поступили и демократы, рвущиеся ныне в Белый дом. Эти люди – идеологические дети и внуки прокоммунистического прогрессиста Генри Олеса, и они не прочь взять на вооружение кое-что из арсенала либерального фашиста Вуда Вильсона. В частности, они пытаются заскнуть рты всем, кто поддерживает президента Дональда Трампа. Ни один из них ничем не напоминает прогрессивного республиканца Теодора Рузвельта. Дамы и господа, мой рассказ об истории прогрессистов будет неполным, если я не упомяну в двух словах о существовании партии прогрессистов в добольшевистской России. Эта партия родилась в 1912 году. В Государственной Думе прогрессисты объединились с конституционными демократами, кадетами и октябристами. Они сформировали эти три партии прогрессивный блок. Они настаивали на социальных реформах и расширении гражданских свобод. После февральской революции в 1917 году прогрессисты переименовали свою партию в радикально-демократическую. Ну а потом был большевистский переворот. И этот переворот поставил точку на существование прогрессивной партии в России. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе. Будет небольшой перерыв на рекламу. После рекламы я с удовольствием присоединяюсь к разговору с вами. Оставайтесь на волне нашего радио. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте, как вы уже знаете, Алексей согласился принять ваши звонки или выслушать ваше коротенькое мнение. Пожалуйста. Номер телефона в студии 847-400-5200. И у нас уже есть первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Не говорите, пожалуйста. Так, пока народ собирается с мыслями. Алексей, вопрос от меня, как говорится. Вот насчет Федерального резервного банка. Ваше мнение, как вы считаете, должен ли ну вот так называемый Федеральный резервный банк все-таки стать частью государственной программы или оставаться в частных руках? Ну, во-первых, он не остается в частных руках. Это государственное заведение. Оно создано повторяющий раз в годы прогрессивной эры. Это Федеральное резервное управление. Это... Но оно не подлежит администрации президента. Это не от Белого дома, не от исполнительной власти, не от законодательной, не судебной. Это независимая организация. Значит, по мнению некоторых историков, крах на бирже в 29-м году, в 1929 году и последовавшая вскоре Великая депрессия в известной степени вину за это несет Федеральный резервный банк. С этим можно спорить, соглашаться, не соглашаться. Какая-то вина резервного банка есть. Теперь, если мы переключимся на сегодняшний день, значит, главная цель Федерального банка Федерального резервного банка была всегда одна. Добиться того, чтобы инфляции либо не было, либо она была минимальной. И именно поэтому резервный банк играет учетной ставкой. В зависимости от экономической ситуации в стране банковский процент то повышается, то понижается. Значит, мы знаем совсем недавно, впервые за много-много лет, с обамовских времен, с ранних обамовских времен, Федеральный резервный банк снизил на ничтожную, на 0,25, на четверть процента, снизил процент. Значит, сейчас в Соединенных Штатах банковский процент выше, чем в большинстве, будем так говорить, развитых капиталистических стран. Значит, Трамп считает, что Федеральный резерв должен снизить банковский процент не на какую-то микроскопическую часть, но, по крайней мере, ну хотя бы на 1%. Этого не происходит. И вот то, что происходит сегодня на рынке, мы знаем, рынок валится. Рынок валится. В этом есть определенная вина Резервного Центрального банка, Федерального резерва. Значит, президент Соединенных Штатов назначает Федеральный резерв членов, людей, которые занимаются всем этим делом. Ну, мы знаем, у президента Трампа были две возможности, двух кандидатов, которые он предложил. Эти кандидаты сошли из дистанции, поскольку стало известно, что Сенат не одобрит их кандидатуру. Значит, на сегодняшний день руководителями Федерального резервного банка являются в основном люди, которых можно назвать антитрампистами. И это, безусловно, сказывается на нашей экономике. Сказывается, повторю, то, что происходит сегодня на рынке, я сейчас зайду специально, я узнаю, что мы имеем буквально на данное время. Доу Джонс, я смотрю, Доу Джонс упал сегодня за один день на 763 пункта, а еще до 4 часов до закрытия, до закрытия рынка еще далеко, 15 минут до закрытия рынка. Считают, что нападение сегодняшнее, во всяком случае, на то, что рынок трясет, виноват, в известной степени сказывается торговое отношение, торговая война между Соединенными Штатами и Китаем. Но то, что происходит сегодня, резервный банк, резервная система, центральный банк, несет главную ответственность. Но опять-таки, Трамп может говорить все, что угодно. Этот банк не подчиняется президенту Соединенных Штатов. Ну, я немножко, когда я задал вопрос, я имел в виду в том смысле, что на сегодняшний день, мы уже знаем, раньше оно было, может быть, не в такой степени, но это еще одно оружие против президентства Трампа. И это, с этим спорить невозможно, потому что то, что происходит, в принципе, то есть люди с экономическим образованием все одновременно говорят, что резервный банк неправильно реагирует на состояние экономики в стране. И вот тогда, когда они подняли учетную ставку, это было абсолютно необязательно. И сейчас, играя на нервах вкладчиков, то они собираются ее понизить, то они вроде не собираются понизить. То есть, вот мой вопрос именно в том, не более бы было целесообразно, если бы Федеральный резервный банк все-таки работал вместе с администрацией президента. Я не говорю сейчас только про Трампа. Я имею в виду администрацию президента. Я не согласен категорически. Это должна быть независимая организация. Другое дело, независимая, так сказать, независимая организация от всех ветвей власти. Нет, исполнительная, нет, законодательная, нет, юридическая, от судебной. Это должна быть независимая организация. Если она будет зависимая, это будет еще хуже. Просто это будет еще хуже. Слава Богу, она независимая. Другое дело, нужен ли вообще центральный банк Соединенные Штаты на протяжении многих лет, до 1913 года. Центральный банк то был, то нет. То был, то нет. Решение Конгресса, поддержанное Вильсоном, прогрессивно, установить центральный банк, с тех пор, с 1913 года он существует. Если бы была возможность, такая возможность есть у Конгресса и у президента, если Конгресс примет закон, ликвидирующий центральный банк, и президент подпишет такой закон, то у нас не будет этой организации, и ничего страшного, на мой взгляд, не произойдет. Но трудно себе представить, что после 100 с лишним лет, 106 лет существует центральный банк, Федерал Резерв, чтобы Конгресс принял закон и отменил его. Я не думаю, что это может произойти. Ну, а вот с точки зрения исторической, просто насколько мне помнится, в момент бытия Эллена Гринспена, такого, такой тряски, такого вулкана не происходило с Федеральным Резервным Банком, который происходит сегодня. Это при том, что у нас очень сильная экономика. Толя, все дело в том, что на Резервный Банк, как на экономику, существует не одна точка зрения, и даже не две, и даже не три, понимаете? Мы с вами можем придерживаться одной точки зрения, но это совершенно не значит, что наша точка зрения – это истина в последней инстанции. Вполне может быть, что есть экономисты, я ни секунды не сомневаюсь, есть экономисты, которые считают, что Федеральный Резерв не должен понижать учетную ставку, потому что если понизит, то экономика рванется вперед, и инфляция будет неизбежна, а то, что делает Федеральный Резерв, он тормозит инфляцию. Совершенно разные точки зрения. Нет, я понимаю, я понимаю. А вся экономическая школа поощряет вмешательство государства в экономику, есть экономическая школа, которая считает, что государство не должно вмешиваться в экономику, в той и другой школе есть Нобелевские лауреаты по экономике, поэтому на экономику взгляды совершенно разные. Это не дважды два четыре, это может быть дважды два три или дважды два пять. Вы понимаете, я абсолютно не против, когда экономисты руководят экономикой. Я против политизации банковской системы. Вот в чем моя проблема. Опять-таки, мы с вами против политизации Верховного Суда, но мы живем на грешной земле. Верховный Суд политизирован, чего быть не должно. Опять-таки, Резервный Банк, Федерал Резерв не должен быть политизирован. Но мы с вами живем на грешной земле. Мало ли что нам хочется. Любая правительственная организация, которая не зависит, не зависит от федерального правительства, ни от законодательной власти, ни от исполнительной, законодательной, юридической, любая правительственная организация в той или иной степени политизирована. Куда нам далеко ходить? У нас есть Федеральное бюро расследований, которое вообще не должно быть политизировано. Абсолютно. Но оно политизировано. Мы с вами в последние два-три года в этом убедились стопроцентно. Вот и все. Алексей, давайте так, давайте я сейчас... Квази-правительственной организации любая будет политизирована, что бы нам ни хотелось. Но сейчас я приму звонок, потому что я не хочу заставлять ждать. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Кто-то усиленно звонит. Право, как сказать, образовывать народ и напоминать об истории Америки. О том, что куклоксуанцы создавали демократы. О том, что, как вы сказали, Бодро Вильсон вернул ему силу и власть с еще худшими свойствами. И, ну, в общем, куда ни кинь, демократы всегда, ну, как сказать, были врагами народа, но народ почему-то об этом не знает. Даже вот президент мог бы это в своем твиттере маленькими такими кусочками, так сказать, сообщать народу такие интересные новости, которые были старостями. И у меня есть еще один вопрос. Ну, может быть, это уже после ответа. Давайте задать уже вопрос, чтобы мы... Вот еще, это уже поднимал вопрос Анатолий. Вот наша страна почему-то является реактивной, а не проактивной. Вот убили этого Эпштейна. Это что, было непонятно, что на него будет покушение? Почему не обеспечили? Почему... Ну, кого-то слов не хватает. Окей, Толя, Толя, разреши мне сказать. Спасибо, Варвард. Разреши сказать. Ну, как можно утверждать, что Эпштейна убили? Ну, на каком основании? Я соглашусь, что массе людей, близких к власти, хотелось бы, чтобы его не было в живых. Я стопроцентно соглашусь, что был абсолютно беспорядок в этой тюрьме. Не было камеры установлено в его камере. Его должны были проверять раз, не реже, чем раз в полчаса. Два человека, которые должны были проверять, они спали. То есть, то, что это верх халатности, но утверждать, что его кто-то убил. Более того, я могу предполагать, я не утверждаю, что кто-то ему сказал. Вася, ежели ты сам с собой не покончишь, то тебя уберут. И, Вася, ничего не оставалось другого, как покончить с собой. Я предполагаю, я не могу это утверждать. Утверждать мы ничего не можем. Но я, дамы и господа, во всей этой истории обращаю внимание на одну деталь. С нас снимают налоги и правительство, и штаты для того, чтобы нам помогали, чтобы эти люди, которые существуют на наши налоги, хорошо работали. Манхэттенская тюряга, в которой скончался этот человек, покончил с собой. Официальная точка зрения пока что на ней опровергнута, покончил с собой. Она существует на деньги налогоплательщика. И вот на деньги налогоплательщика назначают ночными сторожами людей, которые спят на рабочем месте. Вот это есть наше правительство, дамы и господа, все эти чиновники. То есть то, что произошло, это прежде всего провал федерального правительства, правительства штата Нью-Йорк и администрации Манхэттена и всех этих тюрем. Мы можем, опять-таки, повторяю, утверждать, что его убили дамы и господа. Ну давайте будем нормальными людьми. Мы не можем заявлять то, чего мы не знаем. Мы можем предполагать, предполагать, как, например, у него оказалось одеяло, одеяло, кстати, бумажное одеяло, бумажное одеяло, на котором он покончил жизнь самоубийством. Почему ему дали такое одеяло? У него не должно было быть такого одеяла. То есть масса вещей подозрительных, масса подозрительных. Но утверждать, что его убили, дамы и господа, давайте будем разумными людьми. Алексей, есть такое понятие, если ходит как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это не тигр. Я понимаю. Еще один вопрос такой. Скажите мне, пожалуйста, как почему-то Эл Чапа Гузмана, которого содержали в этой же тюрьме более двух месяцев, его никто не убивал, и он не заканчивал жизнь самоубийством, его сохранили аж до самого суда. Очень просто, Толя. Потому что за его преступлениями он никого не мог ни в суде, никого нельзя было из высоких чинов привлечь к ответственности. Интересная деталь. Вот этот тип покончил жизнь самоубийством буквально на следующий день после того, как в английской печати, а на это сегодня эти факты есть уже и в американской печати, появились сообщения, что он, да, девочки, которые у него были, одна девочка сказала, 30 лет, она себе проявилась уже, ей в 2019-й 30 лет, в 2003-м было отнимем 16 лет, то есть было 13 лет. Она обслуживала бывшего сенатора демократа Митчелла и бывшего губернатора демократа стата Нью-Мексика Билла Ричардсона. Она обслуживала принца, одного из принцев, человека из королевской семьи. Когда это, эти сведения появились в печати в английской в пятницу, через несколько часов на следующий день он, человек, покончил с жизненным самоубийством. Это первое. Теперь, если мы знаем, что это был первый день, первый день, когда он в камере сидел один, вместе с ним в камере сидел, ну, человек, который не просто убийца, а ультра-убийца, ультра, на его счету, там, убитые, там, пять или шесть человек, я уже точно не помню. Это такой, помните, был фильм «Инкредибл Халк», вот такой тип сидел рядом с ним. Этого типа убрали, и через несколько часов наш замечательный, нас замечательный, не наш замечательный. Почувствовав себя в полной безопасности, покончил жизнь самоубийством. То есть, масса интересных деталей, масса возникает вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Более того, вот еще одна тема. Было проведено вскрытие. Патолога-анатом до сих пор, уже прошло несколько дней, отказывается называть причины его смерти. То есть, что к нему привел? Интересно? Интересно. Но я, дамы и господа, я призываю каждого из вас, давайте не будем руководствовавшись своими взглядами, политическими предпочтениями или еще чем-то, сразу же заявлять, человека убили. Мы пока этого не знаем. Официальная версия, покончил жизнь самоубийством, и я пока что этой версии придерживаюсь, хотя, повторю, масса вопросов не имеет пока что ответов. Окей. Алексей, если можно, пожалуйста, в течение минутки, ваше последнее слово, потому что нас потом выключат. Последнее слово будет очень интересным, дамы и господа. Мы с вами знаем замечательное изречение американское. Если оружие поставят вне закона, только у тех, кто поставлен вне закона, будет оружие. Моя следующая передача будет об истерии, которая поднялась после того, что произошло в Эль-Пасо и в Дейтоне. Это демократы наступают, требуют под угрозой вторая поправка Конституции, и вот на эту тему будет моя передача ровно через неделю. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы, и не ведите, и не берите пример с этого типа. Спасибо огромное, дорогой Алексей. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе. Дай Бог.